Патриотическое мероприятие, посвященное юным героям-антифашистам, прошло в пятой школе. Ученики шестого класса рассказали своим сверстникам о детях, которые героически погибли в годы Великой Отечественной войны, защищая родину от фашистов. Вот уже 55 лет, 8 февраля, в России отмечается День героя-антифашиста. В пятой школе Белореченска памятную дату включили в программу месячника по военно-патриотическому воспитанию. Юный антифашист – это то было движение в годы Великой Отечественной войны, именно те дети, которые остались после взрослых, остались в оккупации, которые принимали участие в партизанских отрядах, в партизанском движении. Это те дети, которые помогали сражаться нам, Красной армии, Великой Отечественной войне. За 45 минут патриотического урока рассказать о всех детях, которые наравне со взрослыми, сражались за родину невозможно. Успеть вспомнить можно лишь некоторых из них. Зина Портнова, Марат Козей, Володя Дубинин, Леня Голиков, Валерий Волков. Весной 1942 года, когда фашисты захватили уже весь Крым, только город-герой, Севастополь не сдавался врагу. Разведчики морской пехоты повстречали мальчишку. Это был 12-летний пионер Валерий Волков. У него под толстым шарфом был красный галстук. Разведчики взяли Валерика с собой в седневую бригаду, которая держала оборону у поселка Инкерман. В июле на Инкерманских высотах осталось всего лишь 10 человек, в том числе и Валерий Волков. Они заняли оборону в тесном ущелье. По ущелью двигались немец-фашистские танки. Валерий был ранен. Но и раненым он метнул связку гранат под танк и погиб. Все ребята, о которых рассказывали на сцене пятой школы, обычные мальчишки и девчонки. Хотя нет, они необычные. Война забрала у них детство, а у большинства – жизнь. За мужество и отвагу, проявленные в годы войны, 3,5 миллиона детей награждены орденами и медалями Советского Союза. 7 тысяч удостоены звания Героя Советского Союза. Саида Кикова, Сергей Чернецов. События люди.